Здравствуйте, 2 февраля, на улице минус 30, мы в моем излюбленном месте, я люблю постоять, посмотреть на Енисеи, ну и поговорить, есть о чем поговорить, знаете, вот такой сюжет, я их обычно не выдумываю, они сами берут все откуда-то, я сейчас помогаю моей помощнице, дочке и аспирантов Красноярского университета Савинич и Леонид Саны готовиться выступить перед белорусами, ответственность огромная, вот, и надо было мне разделить эту ответственность, я начал искать фотографии, которые показывают, что не все так просто, что есть методы проверенные, есть альтернативные, которые даже более эффективны, помните засилие этих самых кладовых подвоев, которые я считаю большой ошибкой, даже для науки, даже для промышленности нашей северной, российской, сибирской, и к тому же еще и, и это самое, для любителей особенно, для нас любители, страшная ошибка, и все, я просто запретил бы продавать эти саженцы наклонов подвоев, вот так бы, запретил бы все, вот вам и рассвет демократии в стране, только допустите меня к власти, от этой демократии следа не останется, пока порядок не наведем, так вот, я не о политике, я о садоводстве, и так, значит, готовлюсь я, подбираю фотографии, вот, и натыкаюсь на письмо, я в свое время его скопировал, попил валидольчику и положил в архив, сегодня я его нашел, посмотрел, снова выпил валидольчику, пососал, и понял, что показать вам его не могу, оно личное, я не имею права, есть же этика, а рассказать, не называя ни города, ни фамилии, содержания, я имею право, и так, у меня было возвращено половину семян, которые я выслал, причем без всякой системы, там были и плебеи, вот, и роскошные сорта типа фаины, в виде косточек, и вот тут-то я и понял, разговор назрел, почему, там была у нее фраза, я ее называю ключевая, уже отправил мне крупную сумму денег, несколько тысяч рублей, написала, это прям было, написала, высылайте все на ваше усмотрение, вот, а потом не просто злое письмо, письмо было злобное, такое хамское, типа, ага, Валерий Константинович, я перевернула всю, ее фразу, перевернула весь интернет, оказывается, культурность-то сохраняется только в 30% случаев, и вот эта фраза, и дала ей возможность назвать меня, ну, не в прямом смысле мошенником, ну, нехорошим человеком, скажем так, как принято говорить, редиска, нехороший, всех помните этот, кинокомедию, вот, вот, и еще было, не было слова подавитесь, ну, примерно так это звучало, вот, отправляя половину обратно, включая роскошные фаины и прочие роскошные косики абрикосов, и тогда я сказал себе, ребята, вы меня знаете, да, примерно полтысячи, тысяч человек знают меня, есть такое выражение, как облупленного, вот, а скажите, я хоть одному из вас пообещал, что выписав абрикосы, косточки абрикоса Академик, средний вес плодов 80-120 грамм, ну, разброс, ну, скажем, средний вес 100 грамм, я бы хоть раз объяснял, что посадив косточку, у вас вырастут плоды 100 граммовые, а? Нет, не обещал, и ей не обещал, вот, а что такое интернет? Для меня интернет это, ну, знаете, помойка, в которой могут быть и алмазы, в этой помойке могут быть, и золотые самородки, но в целом это помойка, я боюсь этой помойкой всю жизнь уже, вот, вспоминаем, сколько вреда принесли, сколько горя, сколько денег из кармана вытянула эта помойка, вот, на одну мою публикацию, сотня публикаций по созлобным отношениям к дёрну, к червям, которые гибнут массово, к этим самым, к главным нашим помощникам, к муравьям и так далее, и так далее, вот, и получается следующее, значит, я сейчас решил, вот, посижу, я в тёплой машине, мне погреться надо, мне машине теплее, чем в доме, замучиться протапливать эту самую хижину из опилок, это всё, что я за 40 лет заработал тут, а, ну, то есть, заработал, но и сколько заработал, столько и потерял, только жалко вспоминать, обидно то, что было, и вот я теперь, коротенький такой обзор, значит, что я высылал, вот, естественно, что уже по нашему общению, вроде бы звучит, вроде бы, чтобы она будет привать, я высылаю манджурские абрикосы, простенькие, так, вот, ну, вы знаете историю, Вавилов, Ваулин, директор института на тот момент, выписал у меня и получил плоды, манджурские абрикосы мои, племей, официально считаются дикарями, хотя кушать можно, вот, с кислинкой, но получил практически полукультурные, культурные абрикосы в виде сеянцев, вот, можно считать, что я обманул, она мне их вернула обратно, Ваулин меня благодарил, рассказывал, что выдерживает 8-9 градусов морозов во время цветения, не заморозков, а розов, вот, урожая до 40 килограмм с молодых деревьев, это что, шутки, это что, это все серьезно, и вот, и он уже с этими моими манджурскими абрикосами выступил уже в печати, и это, и реферат напечатан, и доклад его на конференции, где он с гордостью демонстрировал мои, подчеркиваю, он забыл сказать, что они мои, ну, так, видимо, просто память подвела, вот, но это факт, это все есть, фотографии есть, а она мне их вернула, ну, пока пробежимся по абрикосам, и так, от Академика ждать нельзя 100-граммовых, а Фаина в Челябинске у девочки, ну, сейчас она уже не девочка, но замужняя серьезная женщина, вот, на тот момент для меня она была девчонкой, когда мы познакомились, когда она мне сделала сайт, когда она не купила, я оговорился, я ей подарил косточки этих же Фаин, и у нее выросли шикарные плоды, как она рассказывала про первый случай, меня больше зацепило, что вот эта дама мне косточки Фаины вернула, типа подавись, а у нее получилось так, первый урожай, я такие вещи в памяти нет, а не могу забыть такие вещи, первый урожай был два плода, вот, и она говорит, они взяли нож и восьмером разрезали эти два плода четвертинками, получилось восемь кусочков, и мы их ели, каждый положил в рот, и у них во рту, это, это само чудо, как они наслаждались этими кусочками, а следующий урожай уже был нормальный, пусть они оказались в полтора раза меньше, но фотографии-то прислала, у меня от фотографии слюни потекли, у меня железо, которое ничем не удивить, это было, вот это вам про абрикосы, а то, что я думал, что она будет привать, я выслал уссурийские груши, а что с них толку вернула, она, оказывается, не собирается привать, а зачем написала нам о вашем усмотрении, вот, а груши свароги, свароги наполовину уссурики, то есть у них два родителя, один из них уссурийка, и она не очень вкусная, но когда самая жара невероятная, года, и ее ешь килограммами, сока столько, ну, легкая кислинка, и это есть, вернула, вот, ну, конечно, гарантировать повторение качеств, как у привитых, я не могу, ладно, вернула, но это по делам мне, не надо было высылать, вот, сливы, китайские сливы за миллионы лет, за тысячи лет садоводства культурного никто никогда не прерял, может быть, отбор был, раз много деревьев, выбираешь дерево, берешь косточки или подвойные эти, как называются, корневые отводки, берешь самого вкусного, и такой отбор был, и он у нас произошел, я с него беру косточки, рассылаю, что можно ждать, горчинка, редко-редко, а сама сахар, у меня друг был, я клянусь богом, он их срубил, сказал, невозможно есть, держитесь за стулья, точно, он сказал, я их срубил, потому что есть невозможно, сладкие сильно, слащавые, вот он мне это, дикари, вернула, вот, ну, еще что, культурные сливы по-разному, повторяют, не повторяют, повторяют, не повторяют, вот, и самый момент, который вас всех касается, потому что последние несколько человек подряд, как разговарившись, они мне написали следующее, или позвонили, или в WhatsApp говорили следующее, пожалуйста, кто-то говорил, вы мне гарантируете, что они повторят свойства ваших роскошных черешин, подчеркиваю, привитых, привитых деревьев, вот, как я отвечал, ну-ка вспоминайте, друзья, вот кто меня слышит, таких несколько есть, как я отвечал, уважаемые там коллега, послушайте меня сюда, значит, у меня сад смешанный, вот они, черешни, в двух-трех метрах вишни, снова черешня, снова вишня, снова черешня, снова вишня, результат, перекрестное поление, они настолько близкие родственники, что они обязательно друг друга полят, вот, и мы с черешнего дерева берем плоды, с них косточки, косточки разослали, что с них будет, скорее всего, Мендель полностью не повторится, ну, почему, ну, понятно, мы же что, не знаем Мендель, что ли, мы все знаем, мы в школе проходили, вот, значит, получится, если, я уже так по-простому объясняю, вот, посадили 10 косточек, ну, не так, посадили 20, ну, ладно, дошло до плодношения 10, ну, ладно, не до плодношения, только лишь через год-два вы смотрите по листьям, широкий листь, большой, длинный, с ладонью размером, ну, будет черешня, лист небольшой, круглый, к сердечкам, вот, наверное, это будет вишня, а будет и средний лист, у меня такие фотографии, я себе показывал, сейчас я не могу показать, ну, ладно, вот, и тогда получается, что, соответственно, и плоды будут, или чисто сладкие, но кто сказал, что в Сибири уже опасно, почему, если пошло в черешню, в маму, значит, может замерзнуть, если не замерзнуть, значит, скорее всего, там будут плоды с кислинкой, или дюки гибридные, или чисто вишневые, да, чисто вишневые, пойдут в папу, вот, но я всем это объясняю, объясняю, а там хотите берите, хотите нет, примерно такое, она про что-то, или может про все, где-то прочитала статью, как на это, перешерстила интернет, и вот где-то она встретила цифру, что 30% повторяют качество, а это по Сибири, какая разница, 30% или 3 к 1, а, никакой практически, и она, услышав цифру 30%, вот, посчитала меня чуть ли не мошенником, забирайте обратно, мне надо 100, где она найдет 100, а этого нет в природе, а хотите еще пример, вот к ней отношения не имеет, мне прислал Чернышев, мой друг, ученый-агроном Саратова, царство ему небесное, он присылал в свое время, мне много-много семян шелковицы, вот, взошло 200, через год было 100, потом 20, потом до плодошения дошло 10, и все они оказались чистой, ну, если применимо слово, они же все равно сладкие, они же вкус не теряют, но, представьте, посмотрите на мизинец, а на нем ноготь, вы видели когда-нибудь такие плоды? А я-то сам увидел, и причем у себя, вот, 10 штук довел до этого, ну, скажем, цветения, 5 заплодоносило, 5 оказались мужскими, ладно, и вот эти пятеро оказались, среди них одна белая, шелковица, остальные какие-то черные, и все мельчайшие такие, в конце концов я их все срубил, так, этим и кончилось, да, пытался еще прививать на них, бесполезно, они принимают, они, вот, вот, прочитал где-то, что самая морозостойка это белая, и на белую привил черную, и ничего не получилось, вот, не приживаются, тогда я это дело бросил и взял топор, это был первый, второй этап был сразу с укорененных, там у меня успех добился, я вам рассказывал на вебинаре, показывал фотографии, поздравлял с днем рождения Алексея Алексея Ивановича, который добился успеха зимним укоренением моей шелковицы, и назвал ее шелковица Железова, спасибо за это, но это было сразу с укоренения начал, вот, с культурной и с укоренения, а здесь у меня получились дикари, я вот думаю, как, а если бы я жил на Кубани, и все 200 бы у меня дошли до плодоношения, ведь у меня же было 200 саженцев, вот, было, густо посажено, а потом мерзли-мерзли каждым годом, и пока осталось вот эти 10 из них, женских 5, а тогда-то на Кубани у меня, допустим, все 200, допустим, 100 из них женских, допустим, довел до плодоношения, вот там были бы точно культурные, но вмешалось два фактора, первое, это то, что выжили те, которые наиболее дикие и склонны к одичанию, так ведь, Сибирь, тут знаете, какие морозы были, а то мне тут еще песни пели, что у меня тепло, вот, это, нашли, с чем сравнивать, врал с Сибирью, и вот получилось следующее, значит, второй фактор, это они еще бывают, как будто чувствуют, вот это семечки, которые у меня получились, не семечки, а плодики, мелкие-мелкие, а если бы это семечки, с которых они выросли, вот эти 5, если бы я их посадил на Кубани, и они, возможно, были бы крупнее, вот чувствуют, зараза, вот этот, такой климат, и как бы из них получается, ну, что ли, такой способ, не одичание, нет, приспособление, в одном месте были бы крупные, в другом мелкие, вот такие дела, вот этот момент я хотел отметить, и что еще я мог забыть, персики, ну, персик хасанский, это, уже практически, у меня привитый персик был 50 грамм, так, а непривитый, я уже сильно поздно взялся с сеянца, а мой друг Чернобай, он все началось, у него с двух моих привитых саженцев, которые я ему подарил, так, привитых персиков хасанских, а он потом взял, косточки вырастил, и получилось так, разница какая, привитый, но он уже, видимо, настолько, как бы, не задичал, опять же слово, приспосабливался, что он дошел уже до, даже не до 50 грамм, это у меня уже на привитом начало увеличиваться, а до 20-30 грамм, и это было, и это было, потому что я-то брал черенок, тот, который, я считаю, это подвиг мой научный, тот черенок размером с этот, с карандаш, я брал-то из замерзшего сеянцевого персика, вот, и, наконец, смотрим Чернобаева, растут два дерева, на одном привитые, так, ну, скажем, так же, как у меня, 50 грамм, а на другом непривитые, непривитые сеянцевые, скажем, 40-45 грамм, этот на второй год заплодносил привитые, вот, он же их как бы размажал, а эти, непривитые на третий, а плоды практически одинаковые, вот одинаковые все, где они начали увеличиваться? У нас, что у меня Сибирь, что у него, между нами-то, господи, вот я сейчас на этой стороне Енисея, вот, никого не трогал, он на той стороне Енисея, значит, в поселке Летник, вот, и получилось так, что здесь холодно, но у меня похолодеет на несколько градусов, там немножко город греет, немножко Енисея греет, вот, а здесь, если бы вы посмотрели, вот это тепло, вон всегда, сколько мы тут, вот, если видно, нет, вот, куда идет вот это, пар, Енисея же все-таки, вот пусть в нем всего ноль, не так, минус один, нет, плюс один, плюс два, вот сейчас, да, скоро же уже ближе к весне, и вот это, даже это может, все равно нагревает, вот, где я стою, минус тридцать, а вот уже через сто метров туда, где вода, там над ней уже теплее, согласитесь, ноль градусов, и там воды, или минус один, и минус тридцать, и это туда сносит, на ту сторону, там, где майна, большой карак, вот те самые сады, у меня похолоднее, но я не обижаюсь, иначе бы испытание никакого бы не проходило, вот, и получается так, что у него практически результаты такие же, как у меня, учитывая, что, ну, видно, что теплее, в каком плане, у него на неделю раньше зацветают деревья, у меня на неделю позже, вот вся разница, но еще раньше, на две-три недели, это может быть, придурали, Пермский край, там, Башкирия, еще на неделю, а в Москве вообще на месяц раньше цветение, может, на три недели, на четыре недели, потому что теплее, и лету длиннее. И что вы думаете, а у Мизинова уже 100-граммовые хасанские, а из Сеянца? Вы догоняете, вы чувствуете разницу, как от погоды зависит Брянская область? Вот, и вот пишет мне фотографии, видно, крупные, все, там фотографии, там даже как бы с предметами для, так сказать, как это, для сравнения, забыл, то ли там была, может, зажигалка, не помню, что, может, спичься коробок, в общем, и написано 80-110 грамм, а у меня больше 50 никогда не было, вот, даже с привитых, стоит дерево почувствовать себя комфортнее, и тогда начинается увеличение плодов, то есть возвращение их, я их называю, райских качеств, когда-то они все были из рая, нет, не из дикой природы, из рая, все они тут иммигранты, ребята, просто это другая будет тема. Ну что, будем прощаться, давайте, обидно до сих пор за то письмо, за то, что это самое, есть такое выражение, сатисфакция, я не смог ни поговорить, ни договориться, ни объяснить, вот, и это не надо, ей хватило интернетовской вот этой вот помощной информации, это, ведь вроде правильно, 30% культурность, ну и что, ну ты 10 штук такую посадила, ну пусть у тебя будет 3 культурных, но это дешевле, 70-20 рублей, чем покупать саженцы, вы посмотрите, какие цены, если бы начали цены снижать, это потому, что им не смогли продать эти дрова, вам подсунуть, потом долго будете, это, материться, только никто вам не вернет, если еще повторно вышлют, еще хуже, из этих, которые не жалко, которые выбрасывают, вот такая действительность, а из семян, ну, из 10-ти, 3 культурных, ну что ж тебе еще надо-то, ведь там же ты живешь, я про ту даму, там гораздо теплее, а разве можно это самое, назвать китайки дикими, вишни войлочные, а еще пару слов, ладно, уговорили, еще продолжаю говорить, войлочные вишни, приезжаю, покупаю участок, всего-то на нем было, белый налив яблони и 5 вишен этих самых войлочных, 3 сладких, 2 кислых, вот, страшная зима, может, слышали про зиму 84-85, мы завод пускали в это, я так не мерз, даже в Норильске, как здесь мерз, приходит весна, 3 сладкие вишни войлочные, мертвые, ну, сладкие как, кисло-сладкие, ну, очень вкусные, а 2, которые кислые, живые, вот тебе и селекция, зато, приходит немного времени, месяц-два, что я вижу, еще не успел ни разу скосить, а эти, мы же со сладких-то ели, плевали, ели, плевали, прямо на месте мы наплевали сотни костюм, такое впечатление, ковром зашли, щетиной, вот, вот вам и первый отбор, мы ели-то со сладки, с кислых не ели, кислые остались, я их потом срубил, место занимали, у меня всего-то было 10 соток, а со сладки так наплевали, что я уезжал, мой друг, этот самый, в Туву, на родину, ну, по каким-то делам, говорит, что бы там продать садоводам, сами знаете, пенсионерам денег, вот, я говорю, что продать, вон, выкапывая у меня там, он выкопал сотню этих саженцев, вот, осенью, в эти же, которые взошли, войлочные вишни, с под сладких, мы ели с насладких, и увез Туву, что там дальше было, я не знаю, но увез, вот это была первая селекция моя, вот, настоящая селекция, и я теперь должен сказать так, вот, вот такое вот выражение мое, никогда, ни один самый выдающийся академик не сделает то по эффективности, что сделают простые металлургии, энергетики, строители, монтажники, электрики, пекари, аптекари, сайногорские, если их тысяча человек и тысяча дач, бросайте, ребята, всех херней заниматься, вот, я имею ввиду не херней, нет, это грубое слово, заниматься бесполезной работой, хватит, мы уже давно все за вас сделали, вот, только ходить по садам, только приезжать, ходить и выбирать, выбирать, еще не поздно, уже многого нет, уже много потеряли, но даже то, что есть, в виде семян, в виде семечек, косточек, черенков, выкуп, если молодые саженцы, выкупайте у всех, у наследников Боднера, у наследников Бороднича, у Железова, у Жестовских, у Бельтяевского, если он еще руки не опустил, вот, еще бы назвал 10-20 фамилий, которые я знаю, помню, это все надо срочно прибирать к рукам, вот хорошее выражение, прибирайте к рукам, прибирайте, не давайте пропадать, не занимайтесь производством запорожцев, когда мерседесы стоят, и скоро, и просто сгниют от безделия, мы же не молодеем, из нашей четверки, этой великой, остался я один, я называю великую четверку, сами знаете кого, Боднера, ой, нет, я боюсь уже называть, вот, почему, больше, чем четверка, больше, больше, намного, вот, и тогда, мы еще, вы еще можете возродить все это, мы что, зря жили, что ли, так и назвать этот фильм, вот, нас не надо жалеть, вот, и мы никого не жалели, нет, это грустно, все, друзья, до свидания, название емкое придумаем, вот, и дай Бог, чтобы у вас было 30% повторяющих качества материнские, это какое счастье, что природа, потому что есть еще одно мнение, вот, помните, это войдет в христоматию, кто-то даже цитировать будет, Железова, моего брата, и те дамы, выпускницы, тебе нравится, когда кандидат наук говорит, вот, что в Железовске косточки вырастут из них, плоды, дикари и жердели, потому что у него смешанный сад, а у меня огромная папка по всей России, от Сахалина и до Калининграда, от Украины уже, от Украины, вот, помните хасанские мои персики, вот, и до Салихарда, до Ханты-Мансийска, везде уже плодоносят, а, девчонки, просыпайтесь, не только вы, а все наукам призываю, все, что у нас есть, забирайте, ради Бога, ну, нельзя же так-то, ну, нельзя запорожца выпускать, которое я, когда купил запорожцу на виске, он до моего гаража не доехал, заглох, и пришлось его на буксире тащить, вот это было, все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok